Хайп на крови. Так называют в интернете события в Белгороде, которые держала в страхе местная подростковая банда. Украинский след. Трэш-стримы или слово пацана? Имеет ли это все отношение к белгородской истории? Будем строить каркас идеи с доцентом КубГУ Вадимом Кумпаном и руководителем Краевого фонда филиала защищники Отечества Александром Старовойтовым. Здравствуйте, мы приветствуем вас в студии. Приветствуем вас. И давайте начнем вот с чего. Лена Эрнестова, я прежде чем вы зададите свой важный вопрос, хотел бы вообще уточнить. А вообще эта проблема у нас есть с подростковыми бандами или просто рядовой случай, который, ну, как бросился в глаза. Вы знаете, когда вы сказали об этой тематике, я, честно говоря, в ней был глубоко не погружен. Я просто позвонил друзьям в Белгород, потому что там эти события происходили. И, вы знаете, вот, когда я подписался на канал Белгородский, я понял, что там гораздо больше каких-то сложностей в другой сфере. А если посмотреть, условно говоря, на видеофрагменты, на то, как это там происходило, как это сейчас разворачивается, 8 человек все к настоящему времени под судом, да, то есть по двоим ведется еще, ну, как бы, разбор. Если вы посмотрите на, собственно говоря, как это происходило, то, по большому счету, слова о том, что они держали в страхе Белгород, ну, коллега мне, во всяком случае, не подтвердила. То есть в момент, когда стали об этом говорить, и, по большому счету, то, что там происходило, до первого полицейского должно было произойти. Вадим Александрович, а вот вы говорите, что не сильно важный вопрос такой, то есть не сильно опасные ребята были. Вы знаете, ну, вот сейчас получилось мы о многих таких каких-то всплесках, таких же Краснодарском крае, которые были в насилии, мы об этом все узнаем из соцсетей, интернет, моментально это все разносится. Но обычно, когда это разносится, как лесной пожар, всегда выясняется, что случай далеко не первый, и проблема именно становится острой, когда мы ее видим визуально. Но вдруг выясняется, что до этого было несколько нападений, до этого привлекались, до этого то, 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 то. То есть обычно мы просто не знаем, и от этого, вот вспомните, такое легендарное дело, как Чикатило. Просто когда это уже раскрутилось, вот тогда все были уже, но когда это дело раскрутилось, сколько уже было десятков погибших? Вот вы знаете, насчет ассоциации с делом Чикатило, я бы не стал ее... Утрированный пример, просто утрированный. Да, поэтому здесь следующее, то есть сколько случаев драк между молодежью происходит регулярно. То есть если ребенок приходит на единоборство, ну мои дети ходили, и первое, что их научили, никогда ни при каких обстоятельствах не использовать то, чего и научат. То есть если ребята в большом количестве проходят через эту систему, то мы понимаем, что они формируются как нормальные здоровые личности, просто потому что их соответствующим образом обучили. А в данном случае то, о чем вы говорите, то есть сколько фактов было для того, чтобы вышло в социальную сеть. Ну, как мы понимаем, социальная сеть, она на то и социальная сеть, что по большому счету очень часто достаточно одного факта, да. А потом мы под него начинаем сами подстраивать, в социальной сети искать, а вот что было еще похожее. Поэтому здесь есть еще и наша такая вот ассоциативная связь. Александр Александрович, ну вот случай в Белгородской области, он не единичный. Буквально несколько месяцев назад похожая история была в Санкт-Петербурге, и тогда ее тоже громко обсуждали. И тогда тоже подростки пошли под уголовную ответственность. Но вот эта история, буквально там несколько дней назад, которая случилась, она собрала, так скажем, достаточно большой общественный резонанс. Уже все высказались, и сам губернатор Белгородской области, и депутаты Госдумы. А что это по-вашему на самом деле? Это хайп, это возможность стать известными, популярными, ну, условно говоря, в кавычках, через социальные сети. Это, так скажем, невоспитание, которое дети не получили там в своих семьях, я не знаю, там, в обществе. Что это? Или попытка привлечь к себе внимание? По моему мнению, стычки между молодежными группировками были всегда. Как показал нам фильм «Слово пацана», действительно, конец 80-х, начало 90-х, это так и было. Я сам был подростком в это время и наблюдал всю эту ситуацию. Тогда это было обусловлено тем, что в большинстве своем ребята из сельской местности приезжали учиться в город, и они не имели возможности носить такую модную одежду. Поэтому они просто отбирали ее у городских. Не имели возможности иметь деньги, потому что родители в деревне, зарплаты были совершенно маленькие, и денег хватало только на обучение, если она была платной. Конечно же, всем хотелось красивой жизни. И тогда это было довольно часто и популярно. И для того, чтобы не стать самому жертвой, в большинстве ребята выбирали ту или иную позицию, вливались в группировки. На сегодняшний день такой проблемы нет, но появилась совершенно иная проблема. Это так называемые лайки, этот хайп, который сегодня просто сводит с ума молодежь. И в погоне за этим хайпом мы видим сегодня много того, чего бы мы не хотели видеть. Говоря даже о той же вечеринке Ивлеевой, она тоже была обусловлена для соцсетей, чтобы набрать больше этих лайков, этого хайпа. И эта молодежь, она как раз гналась за этой популярностью, за этим хайпом. Мы не можем сказать, что это были националистические группировки, потому что там разных национальностей, и в большинстве это были славяне. Но как один из вариантов рассматривался, что на национальной почве. Но оно не подтвердилось, потому что там были различных национальностей ребята, и для них это было вот такое своего рода развлечение, хайп. Почему они именно выбрали такой путь? Здесь в первую очередь виноваты родители, которые не дали детям должного воспитания. Это виноваты педагоги в учебных заведениях, которые должным образом не привили им нужное воспитание. Потому что, к сожалению, на сегодняшний день, сейчас меняется ситуация кардинально, но до недавнего времени школа не занималась воспитанием, а предоставляла образовательную услугу. А именно воспитание. Виноваты эти тренера спортивных секций, куда ходили ребята, которые им должным образом не привили то, что они не имеют права принимать, применять именно вот эти вот свои навыки. Александр Александрович, вот вы до этого упомянули слово пацана, а вам не кажется, ну как это как предположение, да, что вот вы говорите, там, воспитание, школа, семья, родители. А что вот такие фильмы, там, такие ролики в социальных сетях, они в какой-то степени популяризируют, да, и сподвигают ребят к таким, типа, но они же классные, они крутые, может быть, и мы такими станем. Елена Эрнестовна, а я, если позволите, вставлю, вот я, Александр Александрович, снял просто у меня с языка вопрос. Я как раз вот хотел сказать, что тут по поводу хайпа именно важна причина. То есть вот давайте простой пример, человек, который воюет за свою страну, он убивает сотню людей в другой форме, герой, человек случайно на машине сбивает кого-то на дороге на всю жизнь убийца, хотя стоя день несопоставимы. Так и здесь причина. Вот как раз, скажем, возьмем 60-е, 70-е, дрались ли двор на двор, школа на школу? Да. Но была ли цель забрать кого-то кроссовки, рубашку и прочее? Нет. Подрались, кто сильнее, тот и прав. Вот в таком было. Потом мы скатились вот как раз к 90-м, к этому бандитизму. Ведь по сути они же вот в том же слое пацана хорошо показаны. Оденьте деньги, заработайте, они же не знают, куда их потратить. И начинается вот эта блатная романтика появляется, тут же появляются те, кому эти давайте-давайте нам деньги, надо кому-то там мифическим заключенным помогать. Вот все такое продолжается. И здесь просто вот в данном случае важно ради хайпа наносить людям действительно телесные повреждения просто, чтобы тебя показали. Но это же как-то вообще странно. И вот я отдельно хотел бы сказать, вот по поводу вашей беседы, помогают ли наши иностранные друзья. Помните, вот было одно время явление вот этой группы смерти. Сейчас благодаря социальным сетям, мне кажется, вообще религия, национальность, регион вообще пропала. То есть ты вообще никогда не представляешь, с кем ты разговариваешь. Да, конечно. А что вы думаете по этому поводу, Валерий Александрович? Да я думаю, что у нас же это эпоха глобализации, поэтому в этом отношении какие-то особенности, они к настоящему времени уходят. Но здесь тут тоже Александр очень хороший вопрос поднял о вине. То есть кто виноват в том, что они совершали преступление. Я абсолютно уверен, что виноваты они. Ни школа, ни родители. Каждый человек отвечает за свое поведение самостоятельно. А вы думаете, они отдавали себе отчет, что они делают? Если мы говорим о вине. Человек, который... Вот здесь одна существенная проблема. Ответственность это понимание, что тебе будет в случае чего-то. Вот этого у них, скорее всего, не было. А они для этого должны были знать последствия. Потому что у нас, допустим, когда происходит обучение, то у нас обычно говорят, ну вот где-то там что-то с тобой будет. Будет и дальше перечень чего будет. И, соответственно, кадры из мест не столь отдаленных, где люди получают за это наказание, они очень хорошей прививкой являются в таких случаях. Поэтому вот вопрос знания и понимания, что с ними будет, это очень важный вопрос, на который необходимо обращать внимание. В отношении хайпа сейчас это называется хайп, там 10-20 лет назад это называлось слава. Ну то есть как бы были ребята, которые боролись за славу, там еще каким-то образом. Ну это мы понимаем, что слава в данном случае не имя, а вот ощущение того, что про тебя знают, про узнаваемость. Сейчас социальные сети в этом отношении, с моей точки зрения, прям ничего не поменяли. Точно так же люди бьются за то, чтобы их узнавали, за то, чтобы их боялись и за те же самые эмоции. И здесь вот понимание ответственности, которое должно быть у них сформировано, и то, о чем они должны знать. Потому что воспитание без знания невозможно. Ну вот смотрите, Вадим Александрович, вот когда была история осенью в Санкт-Петербурге, тогда тоже много это обсуждали, говорили. И тоже была уголовная ответственность, и тоже были подростки. И тогда, ну как бы и в обществе, и в правоохранительных органах обсуждалось, что это по факту должно послужить уроком. Но все, что случилось на прошлой неделе в Белгородской области, как мы видим, не послужило уроком. То есть вот смотрите, паспорт у нас дети получают в 14 лет. То есть это уже ответственность, это уже законность, то есть ты уже как гражданин Российской Федерации. Но когда мы говорим об уголовной ответственности, об, в принципе, ответственности вообще в общем понимании, то говорим, что они еще не достигли возраста совершеннолетия. То есть кто понесет за них ответственность в данном случае? Вы знаете, в этом отношении вы очень актуальный вопрос сейчас подняли. Дело в том, что в каком возрасте ребенок, ну по сути ребенок, должен узнавать о своих правах, о своих обязанностях. То есть у нас в школе сейчас очень большое количество уроков математики, физики, химии. И всего один урок в неделю общество знания, где ребенок в теории может про это узнать. Ну узнал он или не узнал, это уже другой вопрос. И более того, у нас сейчас затеяна реформа образования, ну то есть она в виде проекта еще обсуждается, чтобы общество знания сократить и преподавать только в 9, 10, 11 классе. То есть в результате... То есть на выходе из школы уже совсем. Да, то есть в результате ребенок, получая в 14 лет паспорт, он не знает из школьного курса, какие у него есть права и обязанности. То есть вот то, что у нас сейчас... А на последнюю страничку в паспорте мало кто заглядывает. Вот. То есть условно говоря, сейчас то, что у нас происходит, когда большинство ребят все-таки знают это, их этому учат в школе, что будет через некоторое время, если эта реформа будет реализована, для меня, честно говоря, глубокая загадка. Вот мы на каждой программе, наверное, я уже зануда в этом отношении, я все время предлагаю это поизучать и подумать, как через некоторое время будет развиваться. Потому что у слова пацана, кроме того, что есть актеры, есть режиссеры, есть, извините, люди, которые дали на это деньги. Александр Леонидович, вот перед началом программы с коллегой обсуждали наличие, знаете, неких черт характера, которые делают военных военными, хороших разведчиков разведчиками. Как раз вот по вашей специальности. Ну, маловероятно, что ребенок из хорошей профессорской семьи, который всю жизнь занимался шахматами, вдруг станет таким оторванным бойцом спецназа, который будет действовать в тулу врага. Обычно всегда первыми на защите своей родины оказывается как раз не интеллигенция, а вот эти вот хулиганы, которые, извините за жаргон, гопники, вот самые такие, всегда они почему-то оказываются впереди. Вы правильно сказали, я с вами полностью согласен, что это проблема учителей, тренеров. Именно вот общество, которое не воспитывает них. Вот если в этих ребятах есть физические навыки, есть характер, вот они это все могут применить в уличной драке. Почему? Потому что вот мы с вами росли в зоне особого внимания, место встречи изменить нельзя, 17 мгновений весны, масса фильмов, там горячий снег, в бой идут одни сореки и прочее. То есть круто, когда человек в форме, родина, там сильно все. Заметьте, никого из этих героев никогда не показывали, что у них Волга или квартира в центре Москвы. Даже сейчас вот с Безруковым недавно вышел детектив про 70-е годы, и там первое у милиционера жигули, а там джинсы, а там вот это. Я смотрю, да как... Статус человека вам сразу показали, Евгений. Не клеится с Советским Союзом, ведь не так оно все должно быть. Вот почему наше современное общество из этих ребят не делает вот этих вот мужчин, которыми должны гордиться? Ну, опять же, вернусь к воспитанию в семье. Это самое первое, самое главное. Там, где родители своим примером показывают, патриотизм, любовь к родине, у них не могут быть другие дети. Но, опять же, чем мы сталкивались в 90-е годы? Когда стало популярным откосить от службы. Служат пусть лохи, да, а мы крутые, мы вот так вот, мы здесь зарабатываем деньги, говорят, зачем нам тратить два года своей жизни неизвестно на что. И, вероятнее всего, рядом не было тех взрослых людей, тех мужчин, которые бы этим подросткам рассказали о том, куда они могут направить свои силы, и чем они могли бы быть полезными для родины. Мужчины-то есть, чему они рассказываются? Ведь есть вот тысячи, тысячи людей, понимаете, уже, наверное, за сотни, кем стоит гордиться, а все равно вот результата нет, не показывают. Вот откровенно, назовите мне фильм про ИСВУ. Да вы даже мне про войну на Кавказе не назовете. Про Афганистан еще да. Может, там пара, и то с какой-то натяжкой, нигде мы прям жестко победили боевиков. Девятая рота. Подвиг. Несколько человек всего погибло. Сделали из него, погибли все. Черт и что происходит. Всех бросили, кто кого бросил. Группировка выходила четко по правилам все. Кто кого где забыл, ничего не понятно. Сталинград. Самое великое сражение за историю человечества. Мы берем историю нескольких мужиков к одной женщине. И любой, какой не возьмешь, но оно, кроме как слова срамота, я с гигантским уважением отношусь к Никите Семьячу Михалкову, но два вот этих последних его фильма, ну это же просто. И в конце концов, у меня возникает уже вопрос, в Красной Армии вообще хоть один порядочный человек был, из нескольких миллионов. Как вот, получается, мы сами упорно работаем, в негатив выходит. Или я неправильно понимаю вопрос? Нет, совершенно верно. Это действительно так. И остается только надеяться, что сейчас ситуация изменяется. Изменяется к лучшему. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Сегодня сотни, завтра тысячи ребят вернутся домой, те, которые нашли и реализовали себя. И глубоко осмыслили весь смысл жизни и любви к России. Как руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева сказала, что будущее России за участниками СВО. Они, вернувшись домой, займут ключевые посты и будут, так сказать, диктовать политику нашего государства. И сегодня все изменится. Появятся в школах военные люди, которые будут преподавать НВП, которые будут обучать именно своим примерам любви к Родине. И огромная надежда и вера в то, что все-таки не повторится у нас та ситуация с бандитизмом, которая приведет к таким кровавым, как наши 90-е были. И все-таки придет осознание, и будут те люди, которые будут воспитывать именно эту молодежь. Драки хулиганов на российских улицах – это внутренняя семейная, так сказать, проблема нашего государства? Или, как говорил Остап Бендер, нам в этом вопросе помогает за границей? А обсудим после короткой паузы. Не переключайтесь. Это «Каркас Идеи». Говорим о хайпе на крови подростковой банде в Белгородской области вместе с доцентом КубГУ Вадимом Кумпаном и руководителем краевого филиала фонда «Защитники Отечества» Александром Старовойтовым. Александр Александрович, мы в первом блоке нашей программы уже начинали говорить о подростках, кто входил в эту группу, кто не входил. И вот по одной из информаций говорилось, что один из задержанных, уроженец Украины, который в 2022-м переехал в Белгородскую область и из Харькова, соответственно, получил российское гражданство. И, собственно говоря, вот на национальной почве и могла быть такая история. Вероятно, конечно. Во-первых, он был рожден в Азербайджане, и некоторые конфликты существуют между диаспорами. Конечно, каждый человек следит за своими соотечественниками, за своими, так сказать, может быть, единоверцами, да, единомышленниками, вот, и в коем-то мере поддерживает их также. И, живя на Украине, вероятнее всего, у него оставались какие-то связи, какие-то знакомые, друзья, возможно, и старших, которые участвуют. Но уже появилась информация о том, что якобы правоохранительные органы будут проверять, как он получил гражданство Российской Федерации, читаем, год назад, полтора. Но, тем не менее, нельзя исключать того, что это было влияние извне, потому что сегодня она встречается нам на каждом шагу. Наши, так сказать, друзья, в кавычках, они не дремлют, и любой вопрос они развивают, развивают негативную сторону. И неоднократно, я уже говорил, нельзя русского человека победить извне, только изнутри. И на сегодняшний день эти конфликты изнутри, они провоцируются и подогреваются именно извне нашими недрузьями. Также конфликт, который происходит в Башкирии, да, он уже там несколько тысяч человек выходят на митинги, и она подогревается извне. Но сейчас ребята, именно башкиры, которые находятся на СВО, они выступили с резкой критикой, потому что, находясь там, они со стороны видят и понимают, что за то, что они борются здесь, внутри пытаются это сломать руками их же друзей, и их же родственников. И мы исключать этого ни в коем случае не можем. Информационная война, она была, есть и будет продолжаться. Мне нравится, когда в России всегда вот это, мы очень сильные снаружи, но очень слабые внутри. Если мне память не изменяет, говорится об этом уже не одно столетие, все об этом знают и каждый раз на одном и том же нас упадут. Евгений, ну как говорят, врага еще рядом с собой. Всегда. Вадим Александрович, дорогой Владимир Александрович, скажите мне, пожалуйста, вот вы как преподаватель, ну, часто, часто, в последнее время все упирается у нас, что? Виновата школа, виноват институт. Наверное, так привыкли, что в советское время это вторая мама твоя классная руководительница. Вот сейчас к нам приезжают ребята и девушки, которые получают наше гражданство. Вполне возможно, что родители, хотя глупо отрицать, и среди них есть и ждуны, те же самые прочие, родители осознают, что они часть России, они хотят быть частью России, тут все в порядке. Но молодежь, вы представляете, промывка такая мощная головы, причем даже, наверное, вот эта мощная самая пропаганда интернетная, она на взрослых-то не так влияет, просто меньше они там проводят времени. А на молодежь. И, кстати, вот далеко ходить не надо, я сталкиваюсь с девушкой, которая живет в Краснодаре, которая с Крыма, и она четко задавала вопрос, а что мы не просились, а я не просилась, почему за меня решили, я была моложе в момент референдума, почему за меня порешали. То есть не очень была рада тому, что находится в России. И вот эти студенты сейчас к нам приедут, школьники, как с ними будем, как мы из них будем делать порядочных россиян, вот о чем говорил Александр Александрович, хороших ребят будем, как делать? Вы знаете чудесный способ, как переложить сознание из одного человека в другой? Я сторонник старых методов в розге, я считаю, что это лучшее средство. Это не наш метод, как говорили классики по этому поводу. Знаете, Евгений, по этому поводу, вот я на самом деле четко понимаю, что насколько бы не был специфический, мягко скажем, фильм, который, давайте посмотрим, где больше всего его просмотров. Вы не поверите, больше всего просмотров этого фильма не в России. Его очень активно смотрят и цитируют наши оппоненты за рубежом. Почему? Потому что он показывает, условно говоря, ну вот тот возраст людей, которые были в этих бандах, сейчас где находится? И вот ответ на вот этот вопрос... В бизнесе и правительстве? Да. И, соответственно, это такая картинка, которую показывают сейчас Западу на примере этого фильма. Смотрите, какие они в России. И вот эти шутки насчет медведей, которые ходят, насчет водки, которую, ну, там у нас все пьют, это у Запада формируется такая точка зрения. У меня был в этом отношении такой очень интересный момент, когда приехал юноша из Вашингтона. Была программа «Фулбрайт», и он приехал поучиться. То есть через год, когда мы с ним расставались, он мне поэтому... Ну, я организовал его образовательное пространство, и его вывод очень часто был – Америка не права. Ну, не потому что я его учил или что-то такое, а потому что каждый раз я ему создавал такую образовательную ситуацию, в которой, подумав, он приходил к правильным, нужным выводам. И сейчас у нас есть колоссальное количество учителей, великолепных учителей в наших школах, которые... Вот давайте подумаем. У нас один случай – Питер. Один случай – Белгород. Это то, что официально известно, и то, что на слуху. Да. А теперь представим себе, если бы у нас не было системы образования детей, которая хорошо очень к настоящему моменту работает, что бы у нас было? То есть вот буквально какая-то вспышка и полетела по всей стране. Можно я уточню? А вот, по-моему, несколько лет назад, точно не скажу сколько, была похожая система, там что-то с пионерами, с комсомольцами, там как-то очень долго была четко проработана, когда ребенок, начиная от звездочки в детском саду, и до члена партии его не выпускали. Уже ж была система проработанная. Была система проработана, но в этой системе были свои достоинства и были свои особенности, как мы понимаем. Ну, я, например, пионером был, до комсомольца не дорос. Но это было за пределами образовательного процесса. То есть у нас есть вещи, когда человек активно выходит в образовательные процессы, когда он там, его обучают на уроке. Ну, вот сейчас школьник, он же сам по себе. Нет. Где же он сам? Я, например, уже не в том возрасте, когда дружат со школьниками, ну, что скрывать. Ну, я не слышу каких-то детских организаций, ну, вот юно-армейцы разве что, а так сами ходят по улицам, сами висят. Потому что у детей слишком много всяких секций, я не знаю, творческих кружков, музыкальные школы, школы. Нет, вы меня неправильно поняли. Я не имею в виду, что они брошены за гаражами. Это, кстати, вот в нашем детстве за гаражами. Сейчас попробуй кого-нибудь найди за гаражом. Я когда вижу... Не, не поехали в Тимошевск. Вот поехали в Тимошевск, и мы придем к великолепному учителю Сердюцкой, которая, собственно говоря, великолепную организацию. Я вам ссылку сброшу. Ну, не должны мы не забирать в Тимошевск. Мы для этого должны заходить в любую школу. То есть, вы знаете, в тот момент, когда Винсент Трэвис пришел ко мне и спросил про особенности кубанского казачества, я позвал Пашу и сказал, Паша, в Холмском районе, там у вас будет классное мероприятие казачье, отвези туда Винсента Трэвиса. Он оттуда отвез его, вернул, и у него был снят сразу же вопрос. То есть, когда мы показываем реальные вещи, реальные случаи, у нас сейчас замечательные казачьи организации есть, у нас развивается в крае казачье образование. То есть, соответственно, мероприятие, которое у нас проводится, это одно дело, а самое важное, что с ребенком в школе проходит, оно происходит не за пределами учебного процесса. Это урок истории, общество знания, где-то кубановедение, где классные, подготовленные учителя, не случайные люди. Люди, которые обучались и всю жизнь работали, специализировались в этой сфере. Они обучают наших детей. Насчет дружбы с детьми, ну, у меня есть свои дети, к настоящему времени, им 15 лет. Соответственно, если у них нет организации, они просто не успевают. То, что волейбол, учеба и куча еще всяких мероприятий, которые у них происходят. И ребята, с которыми я общаюсь, это очень распространенная ситуация сейчас. Потому что родители на самом деле сейчас ориентированы на результаты от детей, кроме всего прочего. И вот этого свободного времени сейчас у ребенка очень часто просто нет. Вадим Александрович, ну вот смотрите, возвращаясь к этим подросткам из Белгородской области, да, вот все, что происходило, да, все вот эти драки, нападения на людей, они при этом выкрикивали фразы из сериала этого «Слово пацана», собственно говоря, они снимали на видео, монтировали под ролики, естественно, а потом выпускали в соцсети. Если, так скажем, им не удавалось найти каких-то жертв, то они устраивали такие, скажем, ну, тренировочные драки между собой. То есть они что, получается, хотели попробовать себя в роли героев фильма, роликов? Я предлагаю сейчас посмотреть один фрагмент, как это прокомментировал Александр Малькевич, общественный деятель. Есть стойкое ощущение, что это системная работа, которая координируется извне, но через такие вот социотехники, через игровые технологии. Более того, в интернет все помнят, все ходы записаны. Молодежь будет вовлекать в разные акции, скажем так, с помощью игровых технологий. Вот мнение Юрия Шарковича интересно. Здесь очень важно говорить о том, что количество снаф-видео, то есть видеоагрессия, возросло в разы за последние несколько месяцев. Соответственно, и интересный еще один факт, что все, кто участвовал вот в такого рода агрессивных проявлениях, драках, соответственно, трэш-стримах и так далее, либо уроженцы Украины, либо, соответственно, жители приграничных территорий. Ну, стоит здесь задуматься, мне кажется. Но здесь еще раз важно подчеркнуть, что им эти нарративы внедряют. То есть они становятся как бы невольными сначала, потом уже там добровольными участниками вот этих челленджей, флеш-мобов, убей, ударь, сломай. И это целенаправленная, скоординированная работа. Для них важно, знаешь, что помнить, что все заканчивается в итоге стуком в дверь, выламыванием со стороны правоохранительных органов. То есть это не игра. Это закончили коллеги жестко. Чуть ли не черные воронки вернуться с написью «Хлеб». Так и все-таки, Владимир Александрович, игра, кино или жизнь? Учеба, игра, работа, основные виды деятельности с курса общества знания. На самом деле, насчет того, что современный интернет и образовательное пространство, точнее, интернет-пространство управляемое, это 100%. То есть в всех документах Соединенных Штатов Америки проходит, что интернет — это поле битвы, поле борьбы. И к настоящему времени это очень распространенная идеология, которая к настоящему времени действует. В отношении роста, количества стримов и различных схождений там, но, честно говоря, я исследователь, я бы хотел статистику увидеть. Потому что есть вещь, когда мы что-то хотим увидеть, мы его находим. То есть я не знал про Белгород, пока вы мне не сказали, честно говоря. Там нет национального следа, ну, то есть я специалист в области национальной политики, у меня диссертация про это была, и у меня даже есть грамота губернатора за гармонизацию межэтнических отношений. У преступника нет национальности. Можно я вас приглашу, чтобы мы нить не потеряли? Давайте. Вот у меня вопрос к вам. Вот сижу я в интернете. Сети ВКонтакте, там масса всевозможных. Вот какая-то группа, не важно что, компьютерные игры, музыка, что угодно. Я же не знаю, с кем я разговариваю. Вот вы, может быть, Владимир Александрович Кумпаном, а можете быть, не знаю, Генрихом Наваррским или Екатериной Медичи, да кем угодно. Вот я с вами беседую, заболтались. Даже как-то в юмористической программе был такой скетч интересный. Когда переписываются, переписываются, свидание, все, и он открывает дверь, должна быть красивая женщина, а там парни из военкомата. Вот, как бы, понимаете, вот по этой штуке организовали, раз поговорили, два поговорили, а на пятый раз уже предложили, да круто же, да давай вот так же сделаем и прочее. И национального, ни в коем случае не разжигаем, сразу эту тему отбрасываем. Ну просто сидят какие-то ребята, которым глубоко наплевать, религия, национальность, территория, да плевать им. Есть конкретная задача, есть четкая оплата. Наш старый добрый Алексей, который пребывает в местах не столь отдаленных, как Школотой управлял, вы вспомните, и причем там был ли хоть один в России ленивый, который не разоблачил Алексея? Насколько там все плохо, неправильно сделано? Насколько фейки и прочее, глупость какая сплошная? Ну Школоту-то на улице выводил? И здесь, может быть, точно такие же специалисты, как и он, просто не представляясь, выводят наших школьников. И вот он как раз и будет следить за границей. Вы так долго говорили, что насчет Алексея я вообще выпал, честно говоря, стал сразу думать о чем же, собственно говоря. Вы знаете, в этом отношении необходимо четко понимать себе, что в образовательном процессе у нас необходимо у человека развивать мышление, и дальше начинается критическое мышление. Когда мы показываем фильм ребенку на уроке, то необходимо вначале объяснить ему, как смотреть. Когда фильм смотрите, у меня первый вопрос возникает. За чей счет банкет? Дорогой фильм сколько стоит? Кто дал на него деньги? Второй вопрос, соответственно, что этот человек, который там мне что-то хочет донести, сделал оттуда? И когда я со студентами, начиная разбирать фильмы, условно говоря, которые связаны там на тему Генриха Наварского, не было вот Толеран, это Горчаков, это ребята, которые играют в мои игры. То есть я со студентами играю в игры, и игровые технологии, это как раз возможность заполнить их пространство, чтобы они с удовольствием занимались нашей историей, чтобы они с удовольствием учились в будущем отстаивать интересы нашей страны. И это то, чем мы можем, собственно говоря, в этой ситуации отличаться в положительную сторону. А в отношении следа Запада, ну, честно говоря, вот с Александром абсолютно согласен, если мы внутри, у нас есть стержень, ну, что угодно вы делаете по этому поводу вокруг. А к настоящему моменту Алексей, про который мы говорим, он где? Ну, я не знаю, честно говоря. Александр Александрович, и все-таки, как, так скажем, не то чтобы выровнять эту ситуацию, как урегулировать ее все-таки, чтобы подростков направить немножко в другое русло, чтобы вот таких ситуаций, как в Санкт-Петербурге, в Белгородской области, их не то чтобы было бы меньше, их вообще бы не было. Вот этот самый стержень, как выработать? Как, да, все-таки выработать вот в этом подрастающем поколении вот этот стержень? Ну, опять же, это воспитание. Воспитание и образование. Каждый, просмотревший подобные фильмы, выберет то для себя, возьмет за идеал то, что ему ближе. Ну, знаете, это сейчас, извините, вас перебрю, а вот как же из ситуации, когда, к примеру, очень хорошая, образованная, воспитанная, интеллигентная семья, прекрасные дети, ну, знаете, попал не в ту компанию. И вот эта компания, которая все время о тебе слабо, вот это, а ты же не хочешь оказаться в компании, как многие говорят, белой вороной. И такой, ну ладно, один раз попробовал, а дальше все пошло по наклонной. Наставничество. Наставничество воспитывает вновь нашу молодежь с раннего детства именно на героях, которые сегодня отстаивают интересы нашей Родины, которые готовы отдать жизнь свою за Родину, за Россию, за друзей своих. И на этих живых примерах, именно при живом общении с этими героями... Ну, наверное, неправильно будет, если человек вернулся из окопа, побрился, принял душ и пошел кого-то воспитывать. Наверное, к нему должны люди прийти, предложить, направить куда-то в школу. Наверное, как-то какая-то позиция государственная должна быть в этом вопросе. На сегодняшний день этим активно занимается Фонд защитники Отечества. Каждый, вернувшийся из СВО-боец, попадает к нам. Где проходит психологическую помощь, медицинскую помощь, где решаются все его социальные проблемы, которые накопились за время его нахождения в зоне СВО и его семьи. Вовлечение его как раз в этот образовательный процесс, в патриотическую деятельность, где ребята, которые никогда, может быть, даже не представляли, что они могут прийти к школьникам и рассказывать им о чем-либо, то вместе с напарником, который имеет хороший опыт наставнической работе, они вместе придут в школу, и он расскажет о подвигах своих боевых товарищей, своих друзей. Тем самым, а это очень увлекательное дело, я вам скажу, когда детки на тебя смотрят, на твои блестящие награды новые, а если ты еще им принесешь какой-то небольшой реквизит, показать, так это вообще урок 45 минут, ни в коем случае не уловишься, минимум два урока, чтобы с этими детками. И это настолько увлекает, что сам хочешь идти и давать детям те знания о героизме наших ребят. Мы с Еленой Эрнестовной, когда готовились к программе, обсуждая как раз вот и, честно говоря, пришли к такому общему знаменателю, что вот эти вот драки – это рядовые случаи, с которыми разберутся правоохранительные органы. А вот самое главное – как пресечь, чтобы этого не было впредь. Время программы подошло к концу, это было всего лишь каркас идеи. А все остальное вы нарастите сами в своей голове. До встречи!